привет это канал google и это наша новая передача прогнозы недели на этом в этой передаче мы будем обсуждать топ-5 матчей европейских лиг и рпл сама евгений здравствуйте евгений самые мы с тобой пообсуждали уже заранее самый лучший матч и пятник наиболее который будет давали внимание приковано зрителей да и начали начал список покажется на экране сейчас мы начнем с первого матча это первый матч эвертон ливерпуль ну что касается этого матча я бы сделал прогноз на то что ливерпуль победит с минимальным счетом команды юргена клопа по-прежнему лихорадит она потихоньку уже стала вкатываться в сезон а у эвертона мы наверное видим скорее продолжение концовки прошлого сезона когда эвертон боролся за выживание поэтому скорее всего даже матч я думаю может быть похож на матч второго круга прошлого сезона где эвертон играл в автобус откровенный а ливерпуль весь матч доминировал но все-таки распечатали тогда ворота поэтому я думаю здесь будет какая-то похожая картинка поставил на победу ливерпуля с минимальным счетом 1 0 либо 2 1 хороший прогноз мой прогноз том что я считаю что этот матч скорее всего будет открытый открытый в каком плане если ливерпуль первым зайдет а мы видим по форме ливерпуля что он будет сейчас в отличной форме после бормута ньюкасла они дожали что ливерпуль восстанавливает свой характер соответственно скорее всего очевиден как ты сказал будет доминация ливерпуля и автобус эвертон но первый гол если будет за ливерпулем то эвертону придется открываться то соответственно я думаю что в этом матче ставка total больше двух с половиной вполне себе ожидаемо да это будет низкий коэффициент но это будет как бы говорится верняк это мое мнение потому что эвертон межсезонье можно сказать не усилился даже ослабился плюс до травмы кальверт кальверт клюен пасть по-прежнему травмирован там ду куры травмирован и у них с командой состав намного слабее чем даже прошлом году стал можно сейчас сказать сравнивать плюс ливерпуль на подъеме мы это видим поверну сейчас такого не сказать переходим ко второму матчу миланскому дерби твое слово в этом матче я думаю что шансов у канат примерно равные кстати и букмекеры дают примерно одинаковые котировки с небольшим перевесом в пользу интера вот я бы все-таки тоже отдал небольшое но предпочтение интеру сезон начался для этих команд примерно одинаково в плане набора очков но все таки благодаря тому что милан не усилился толком в летнее трансферное окно добыли но это усиление не под то чтобы вот так с уверенностью говорить о том что они смогут защитить куда-то я думаю что в этом сайте усилился ли усиление рома лукаку гораздо не звучит чем я берегу веренина да и для каши лаша наверно да я думаю что в этом матче все-таки небольшое предпочтение будет за интером и прогноз на матч что интер не проиграет я с тобой полностью соглашусь потому что сейчас на начальном этапе очень сложно прогнозировать конкретные какие-то результаты но то что это будет дерби это что будет заряженный лукаку я бы даже мог бы сказать что тут тотал то больше будет двух с половиной это будет рисковая ставка в этом в этот раз то но мне кажется это менее риск более рискован ставка чем ли с ливерпулем но матч ожидается очень огненным потому что мне кажется интер захочет взять инициативу сразу же в руки и уже в этом сезоне пораньше закрыть вопросы о чемпионстве они как по букмекерским которым занимает первое место самом в числе фаворитов серия и они думаю будет это доказывать давай перейдем следующем матчу севилья барселона но я думаю тут все гораздо более прогнозируем даже далеко ходить не нужно просто посмотреть не только на состав на то как просила усиливали усилы усиливалась упрощение летом но и на форму команд в которой они сейчас находятся что барселона пусть еще и не находится так скажем на пике своих возможностей но все-таки активно к этому стремится судя по прошедшим матчем что касается севильи у нее дела совсем пока идут худо они находятся практически в самой нижней части турниры таблицы поэтому я думаю несмотря на то что барселона играет на выезде я думаю здесь ставка будет на то что барселона победит с разницей в два мяча и более или более или более но вполне себе хорошая ставка несмотря на то что лапитеги пока не нашел ключей к этому сезону состав удивительно что севилья в этом году очень слабо усилилась обычно они находят какие-то инструменты мончи отлично до рычаги ухватывает то по моему только иска вот что можно назвать такое усиление конкретно что с именем а так пока очень сильно слабо защита него карлос и кунде покинули клуб и на их замену не было даже близко разнозначных замены найдено и соответственно провалы в первых турах о этому речь я полностью с тобой согласен и предложу такую же ставку перейдем следующую матчу мю арсенал здесь я оставлю на первую потерю очков арсенала в этом сезоне объясню почему арсенал сейчас находится в хорошей форме но он да он безусловно прогрессирует продолжает это даже видится по сравнению с прошлым сезоном то что команда действительно и летом точечно усилилась и в плане игры сделала очень большой скачок но все-таки она еще выглядит как прогрессирующий на данный момент командой но не стабильный не монументальный вот поэтому здесь и что еще хочу заметить что арсенал в этом соне пока что еще не проходил проверку топ-клубом именно в соперниках конечно очень спорный вопрос является лишь сейчас манчестер топ-клубом но топ соперником он безусловно является и по сей день для всех команд английской премьер-лиги вот ну и как мы видим в прошлых матчах матчисту ринайтед медленно верно они все-таки нащупывают какие-то элементы пусть кусочками пусть местами но что-то у них начинает получаться поэтому я здесь поставлен то что арсенал потеряет очки я бы не был так категоричен в любой оценке и мю и арсенала я бы скорее всего если говорить о ставках кто бы поставил что команды обе забьют потому что обороны что и у тех что и у тех дают сбои несмотря на то что у арсенала есть точечное усиление но установка усиление в атаку что не сказать о защите мы не будем рассматривать усиление защиты в качестве покупки зинченко соответственно я бы как раз поставил ставку что обе забьют а на результат я бы не был так уверен потому что форма и бью идет на восходящую и форма арсенала тоже по восходящей и результаты арсенала просто великолепные соответственно строй команды великолепный а у него есть токсичные люди которые могут повлиять на результат и мы их знаем так что давай перейдем следующему матчу спартак зенит тяжело делать прогноз на этот матч потому что я не равно как знаешь неравнодушен к одной из команд но все-таки постараюсь максимально объективно подойти к этому матчу все-таки как бы мне не хотелось я думаю что спартаку не удастся в этом матче победить и даже ничья для него в матче против зенита будет не то что приемлемым а хорошим результатом на мой взгляд несмотря на то что вот появились какие-то надежды то что в этом сезоне гегемония зенита может прерваться все-таки я думаю что не хватит ни стабильности не глубины командам это кстати не только спартака но и вообще других основных претендентов на то чтобы скинуть зенит с этого насеста вот уже можно говорить да вот поэтому здесь даже не хочется говорить о суперкубке потому что действительно уже прошло приличное время много матчей и гильермо оба скаль довольно убедительно стал работать спартаке но я думаю что вот именно стабильность выстроенность у зенита по-прежнему она вот полное спокойствие она ему в этом матче поможет и в этом матче зенит как минимум не проиграет но матч будет огненный мы понимаем еще на стадионе спартака плюс добавок возможно даже спартак пойдет в открытую но как не про кубки да но я бы поставил на то что будет очень много фаллов и скорее всего я поставил бы на тотал больше трех с половиной желтых карточек потому что мне кажется желтых карточек и конфликтной ситуации будет довольно таки достаточно поле потому что сейчас спартак используется атакующий футбол быстрые вертикальные атаки соответственно зенит оснащен многими бразильцами техническими развитые соответственно мне кажется фаллов будет много и желтых карточек соответственно тоже да и еще я бы наверное все таки ну не то чтобы вторым прогнозом а как бы в догонку добавил бы то что я думаю что в матче будет забито прилично голов причем обеими командами все таки спартак сейчас нацелен на атаку и в атаке у команды футбол и задов поставить что тотал больше четырех с половиной нет я поставлю на то что он раньше будет обе забьют и общем это что матч вы забито три или более мячей а что касается опять же опираясь на спартак что в атаке команда более выстроена и великая вероятность того что как минимум один раз они ворот из них распечатают в то же время у спартака проблема в обороне это что пропустит спартак это фактически гарантированно поэтому обе забьют и матча будет три или более мячей вот такой наш новый формат наша новая передача всем спасибо за внимание пишите комментарии всем пока